Западные СМИ для манипулирования людьми других стран селинаправленно формируют определенные наборы стереотипов. Например, относительно Сирии это прежде всего утверждение, что кровавому диктатурскому режиму Башара Асада на улицах противостоит сугубо мирная оппозиция. Что граждане вынуждены брать в руки оружие исключительно по причине непрекращающихся расстрелов демонстраций. В свою очередь это вынуждает все просвещенные демократические государства помогать угнетаемому сирийскому народу оружием и деньгами. Однако насаждаемый стереотип не имеет ничего общего с действительностью. Сегодня на деньги Запада в Сирии исламские радикалы методично уничтожают основы светского государства. Регулярно устраивают резню христиан и мусульман прочих направлений ислама. Разрушение инфраструктуры, зверские расправы над сторонниками действующей власти, массовые убийства женщин и детей стали обычным явлением для сирийской свободной армии, что упорно пытаются не замечать на Западе. Бездумно поддерживая сегодня исламских радикалов и террористов в Сирии, Запад завтра сам столкнется с ними у себя дома. Созданный западными СМИ, светлый образ идейного борца за демократию в Сирии, также не имеет ничего общего с действительностью. Большинство европейцев сочтет страшной сказкой откровения бандита, который за 15 евро расстрелял проезжающие мимо машины, не задумываясь над тем, кто там в это время находится. Вот две типичные истории жизни бандитов, попавших в плен. Выражаем благодарность властям провинции Холмс за предоставленную нам возможность свободно побеседовать с этими людьми. Нетрудно убедиться, что их специально никто не обрабатывал и не пытал. Ваше имя. Мое имя Имад Кассем Султан. Я родился в 1983 году. Живу в квартале Аль-Баяда, города Холмс. Ваше образование и профессия. Образование начальное, 5 классов, по профессии таксист. Расскажите о своей деятельности в оппозиции. Один раз в ноябре месяце 2011 года я участвовал в оппозиционной демонстрации, которая в пятницу вышла от мечети Аль-Рахма. Я кричал лозунги против правительства и Баши Расана. Потом встретился с человеком по имени Махмуд Умар. Он главарь вооруженной группировки, которая охраняла демонстрантов. Он базировался своей группой в старом здании уголовного розыска в городе Холмс. Получали ли вы вознаграждение за эту деятельность? Я получал полторы тысячи лир еженедельно и тысячу лир за каждую военную операцию. Кто состоял в отряде? В нем также состояли мои двоюродные братья и какие-то жители города Идлиба. Чем занималась группировка? Мы организовали блокпосты на главных улицах района Баяда в городе Холмс. Я получил автомат АК-47 от главаря группировки Махмуда Амара и стоял на блокпосту по 4 часа каждый день около старого здания уголовного розыска города Холмс. В каких акциях вы участвовали, находясь в отряде? Первая операция, в которой я участвовал, это атака блокпоста на площади Каира с трех сторон. В результате нее семь солдат были убиты и несколько ранены. Мы захватили все оружие и боеприпасы с этого блокпоста. Также мы уничтожили выстрелом из РПГ боевую машину пехоты, которая полностью сгорела. Все солдаты, которые находились в ней, погибли. Второе. Когда я дежурил на блокпосту у старого здания уголовного розыска, мы останавливали все проезжающие мимо машины. Любая машина, которая не останавливалась, обстреливалась. Всего нами было обстреляно свыше 40 машин. Но я не знаю, гибли ли там люди или нет. Я получал 3,5 тысячи лир за каждую атаку. Третье. Я принимал участие в похищении девяти женщин. Мы привозили их в расположение отряда в здание старого уголовного розыска, насиловались всей группой. Но мы их не убивали, лишь задерживали до ночи, а потом отпускали. Четвертое. Я участвовал в обстреле машины в районе Аль-Баеда, при котором погиб водитель машины, житель Эдлиба. Мы увезли его тело к дому Махмуда Амара, где завернули в одеяло и позже выбросили в христианском квартале. Еще я участвовал в угоне нескольких машин, мусоровоза, эскаватора, пикапа, такси и асфальтовых укладчиков. Вам не было жалко людей, которых вы убивали? Имам мечети Аль-Рахма в Баба Амар, говорил, что религии не запрещают убивать и насиловать людей других конфессий. Те, кто состоит в других конфессиях, это неверующие люди, их надо убивать. Ваше имя? Мое имя Мухаммед Гантуи, 67-го года рождения. Я из города Хомс, жил в квартале Баба Амар, женат у меня двое детей. Ваше образование и профессия? Образование начальное. Ранее был дважды осужден за кражи и рэкет. Я строитель, работал бетонщиком. Расскажите о своей деятельности в оппозиции. Я участвовал в оппозиционных демонстрациях, которые выходили из квартала Журет Аль-Араес, от мечети Абдулла Бен-Зубер и мечети Баба Амар в городе Хомс. Меня уговорил выходить на улицу мой друг Абдул-Салям Жунет. Он давал мне 300 лир за каждую демонстрацию. В конце ноября 2011 года он пришел ко мне и позвал присоединиться к вооруженной группировке, которой руководил. Он дал мне АК-47 с двумя магазинами. Чем вы занимались в группировке? Сначала мне сказали, что надо охранять район Иншаат вблизи хлебного завода. За каждый ежедневный ночной выход и три часа дежурства давали по 1000 лир. Я стоял там вместе с человеком по имени Мухаммед Хази Мухидер. Когда проходили антиправительственные демонстрации, я шел за демонстрацией и охранял ее. Тогда же я несколько раз стрелял из автомата по сотрудникам правоохранительных органов. Через несколько недель я стал выходить во время демонстрации и стрелять по демонстрантам, чтобы обвинить власти в убийствах мирных граждан. Вместе с другими людьми из отряда я участвовал в нападении на блокпост. Всего я выслал по солдатам около 30 патронов. Еще я участвовал в нападении на государственный продовольственный склад Баба Амбр и получил взамен 100 килограмм сахара. Мы организовали блокпосты на дороге, ведущей в район Баба Амбр. Останавливали проходящие машины и просили документы. Каждую машину, которая не останавливалась, мы обстреливали. А потом я участвовал в нападении на блокпост в журет Аль-Араэс и выстрел по солдатам около 10 патронов. Я получал с каждой из таких операций по 1000 лир. Я участвовал в похищении 4-х человек, пассажиров такси в районе Иншаад, у которых забрал 10 тысяч лир и 2 мобильных телефона. Но мы их не убили. За эту операцию в качестве вознаграждения Абдул-Салям Жунет дал мне 2000 лир и еще сказал, что будет платить в месяц по 500 лир. В середине февраля я сдал свой автомат Абдул-Саляму Жунету и направился в деревню Аль-Гажар, где проживает моя сестра. Я оставался там до июня 2019 года, пока 15 числа не был арестован. Марат Мусин, Ольга Кулыгина, агентство Анна Ньюс, Хомс, Сирия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова